В сборной Нидерландов и Италии сойдутся в матче за третье место. Я хочу привлечь ваше внимание к этой игре по нескольким причинам. Во-первых, голландцы, как и в матче с хорватами, ждет ожесточенная игра и физически одаренная команда. Ведь в Манчине реальный эксперимент. Там есть и спина Отцола, и Демарко, и Кристанте, и многие другие игроки, которые хорошо зарекомендовались в этом сезоне. Да, они техничные, они быстрые, но в этом всем компоненте есть важные черты, важные элементы, как умение играть с позиции сил, умение обороняться, умение защищаться высоко. И, конечно же, для того же Малина, для того же Де Йонга это будет великой проблемой. Но в атаке итальянцы ничуть никому не уступают. Если надо, они решают вопрос молниеносно. Распадори, Кен и многие другие игроки, плюс Ретеги, которого недавно нашли в Аргентине. Он играет за Тигры. Это именно те важные составляющие, которые пойдут в плюс команде Манчине. Естественно, предположить, как закончится такая игра, где Гертроиде и Ван Дейгу придется тяжело. Тот же Дамфрис и Оке. Это все хорошие игроки. Они быстрые, они техничные. Но вариация, что Фратези, Ди Лоренцо могут посадить этих игроков на желтые, он возрастает. Кун, в принципе, не понимает, как нужно играть против Манчини. Тот Манчини человек, который учится. Он всегда обновляет свои знания и отталкивается исключительно от себя. Редко от возможности соперника. В принципе, более голой итальянской сборной для меня выявится не самым плохим вариантом на данный матч. Спасибо, друзья, за внимание.